Здравствуйте! Это программа «Техника здоровья». Программа о технике, которая позволяет оставаться нам здоровыми и счастливыми. И мы ее ведущие, Ольга Лебедь. И Сергей Рябов. Здравствуйте! И сегодня тема нашей передачи будет... Мельницы, зерно, мука своими руками. И мы посмотрим, для чего это и стоит ли так усложнять себе жизнь, покупая домашнюю мельницу себе. Да, Оль, кстати, очень интересный вопрос. И я думаю, он достаточно популярен, потому что в магазине обилие всеразличных готовых продуктов. И стоит ли действительно тратить свое время на то, чтобы ставить на кухне, крутить, в принципе, приобретать эту продукцию и приобретать еще и само зерно? Расскажи, пожалуйста, в чем плюсы именно мельницы домашней? Хорошо. Зерно всегда являлось неотъемлемой частью человеческой жизни. То есть мы возделываем достаточно давно. И те, у кого был запас зерна и была возможность там либо вырастить, либо там как-то приобрести его, считалось, что вам уже обеспечена, так сказать, комфортная зимовка. То есть вы будете сыты, накормлены, потому что зерно очень неприхотливое, оно хорошо очень хранится. И вы всегда обеспечены такими ценными питательными веществами. Зерно полезно, когда оно идет именно цельное. Зародыши пшеницы, они содержат жирные кислоты, водорастворимые жирные кислоты, которые как раз необходимы нашему мозгу, нашей красоте, нашей коже, эластичности. И это то, что дает нам здоровье и долголетие. Так, Коль, тогда, наверное, от теории давай перейдем к практике. Расскажи, пожалуйста, что представлено у нас здесь на столе из зерен и чем различаются эти мельницы? Само зерно хранится очень долго. Действительно, очень долго может храниться. И оно очень сильно теряет свои свойства, когда мы перемалываем в муку. То есть это как кофе. Ценные вещества моментально улетучиваются. Поэтому очень важен свежий помол. И если у вас есть зерно, а зерно стоит, во-первых, недорого, и, опять же, повторюсь, это большой такой срок очень годности, вы всегда можете с помощью мельниц всмолоть себе нужное количество зерна, что-то приготовить, там, блинчики, хлеб испечь, пироги, то есть, ну, оладьи, неважно. И это будет совершенно другое качество уже. И, как правило, цельно смолотого зерна достаточно немного. То есть вы не будете уже так сильно, например, хотеть мучного, кстати, когда вы употребляете именно только цельное зерно. То есть это один из самых главных плюсов, и, я думаю, один из актуальных вопросов, почему именно свежее зерно нужно употреблять в пищу. Свежее, хорошее зерно надо покупать, конечно, либо у производителя, кого вы доверяете, либо, если есть возможность, как-то у фермеров, кого вы знаете, это вообще просто шикарный вариант. Расскажи, пожалуйста, что у нас здесь представлено на нашем столе? Если брать мельницы, в принципе, то они разделяются достаточно просто. Ну, во-первых, они ручные и электрические. Сейчас на столе представлены достаточно популярные модели ручных мельниц. В принципе, как они разделяются? Это из материала, которого они изготовлены, то есть есть пластик и дерево, фанера, либо цельное дерево, как правило, это бук, клён. Одна из самых главных частей – это жернова. Из чего сделаны жернова? Есть стальные жернова, вот в крайней модели там стальные жернова, либо каменные, то есть либо базальт, либо такие самые современные. Это корунда, керамический такой сплав. То есть это то, что на самом деле просто служит вечно. Оля, расскажи, пожалуйста, чем отличаются жернова? Металлические от, я так понимаю, керамические, и ты перечисляла, да? Ну, каменные, и каменные, можно так сказать. Каменные жернова, отличие в том, что они мелят только сухое зерно. То есть зерно обязательно должно быть сухим, и, как правило, рекомендуют, чтобы влажность была не более 15%. Если это перевести на такой бытовой язык, то есть надо взять зерно, надавить на него ложкой, и оно должно хрустеть, то есть при разломовании. Значит, зерно достаточно сухое. Если влажность более 15%, как оно хранится, то есть влажное зерно, вы просто... В кашу превратите. Да, немножко испортите жернова. Конечно, не испортите их, придется просто разбирать, чистить. Но будет просто такая масса, которая забьет. Влажная масса такая, она забьет жернова. Вот. Остальные жернова позволяют молоть как сухое зерно, так и масляничные культуры зерна, такие как лен, например, кунжут. Ну, то есть все, что там... Или подсолнечник можно даже. То есть все, что содержит масло. То есть они стальные, более универсальные. Но каменные сделают лучше помол. То есть если сравнить помол из стальных жерновов, оно как бы немножко режет зерно. А каменные, они прям перетирают. И обычно немцы пробуют муку, когда они пробуют растирать на... На коже, часто коже. На коже, да. И это сразу чувствуется. То есть либо зерно остается таким... Как скраб. Если ты ощущаешь царапинки, да, то значит... Либо оно совершенно вот как бы... Тут кожа более нежная, и вы почувствуете, что это не будет никаких следов, не останется. Сейчас мы покажем... Ну, немножко можно попробовать. Да, это моя история. Я люблю покрутить, помертеть. Попробовать, да. И все покрутить, как они отличаются. Начнем поочередно. Да, поочередно. Здесь выставляется, смотрите, вот помол. Помол можно отрегулировать. Так, вижу. Более крупный, более мелкий. Ага, отрегулировали. Зафиксировали. И просто крутим. Просто крутим, это же, да. Ручной вариант. То есть похоже на мясорубку из детства. Из моего, по крайней мере. Так, здесь мы опробовали. У разных производителей может отличаться расположение. То есть формы немного отличаются, расположение жерновов. Они могут быть либо вертикальные, либо горизонтальные. Ну, то есть, собственно, это неважно. Также здесь, как я вижу, можно регулировать. Обязательно. Помол. То есть на крупном помоле будет у вас крупа получаться. Можно сделать кашу. Очень вкусную, правда, очень вкусную. Так, вот, как мы сейчас видим, это крупный, да, я так понимаю, у нас идет. Да, это уже крупа. Можем сделать более мелкий. Можно, да, совсем мелкий поставить. Это считается такой особо тонкий помол. Он крутится посложнее, но мелко. Конечно. Надо приложить. Прям хорошая закачка. Так, хорошо. Давай перейдем тогда к следующему варианту. Чем он отличается от двух предыдущих и в чем его плюсы? Они примерно все одинаковые. И выбирайте то, что вам просто понравилось. Просто визуально понравилось. И визуально понравилось. Все, что представлено из мельниц, это немцы и австрийцы. Они лидеры на этом рынке. Все эти модели делаются вручную. Есть модели, которые совмещены. То есть, например, следующая модель. Здесь идет совмещение мельницы и зернодавилки. То есть можно показать крупненько. Можно сделать хлопушки. Из, например, овса. Либо муку. Из недостатков обычно совмещенных моделей. Это то, что нельзя, например, регулировать толщину хлопьев. То есть она уже задана. Ага. И будет, ну, хотя этого тоже очень часто бывает достаточно. Они достаточно мягкие, я так понимаю, потому что они очень тонкие и свежие. Верно? Да. Еще вот такая модель есть. Вот. Тоже с корундовой керамикой. С жирновами. Мука. Мука великолепна. Пахнет. Оль, расскажи, пожалуйста, мы что-нибудь будем сегодня готовить. Это моя любимая тема и мой любимый вопрос. Да, обязательно. Что можно делать в мельницах? Во-первых, муку не только из пшеницы такую нашу общепринятую. Полбес, спельты. Но можно делать из риса, из необработанного. Можно делать из нута, из гороха, из гречки, из амаранта. Безглютеновые вот эти варианты, они очень сейчас популярны. Так как все-таки, например, нутовая мука, она содержит очень большое количество белка. То есть по ценностей и белковый можно комбинировать. Когда вы, например, печете, делаете те же какие-то блинчики из нутовой муки, можно часть класть пшеничной, часть нутовой. Либо чистый вариант. То есть уже зависит от хозяйки. Про гречку тоже это отдельная тема. Так как гречка содержит 8 незаменимых аминокислот. То есть это очень ценный продукт. И это псевдозлак считается. То есть абсолютно не содержит глютена. И по своим вкусовым качествам и по свойствам оно годится как и для хлеба, и также для блинчиков. Это буквально спасение для людей, которые не переносят глютен. То есть для у кого гиперчувствительность к глютену. Еще, как мы можем увеличить ценность зерна? Это прорастить его. То есть вот у меня сейчас проращиватели. Откройте, да, посмотрите. Мы проращиваем зерно. Здесь пшеница. Вот готовый вариант такой. То есть через сутки буквально уже зерно просыпается. Потом мы либо раскладываем на полотенце, либо еще лучше, если у вас есть дегидратор. Мы в прошлых программах рассказывали. То есть просушили зерно. И оно получается уже еще более ценное. И вот как раз впереди представлено, это уже готовые пророщенные варианты, которые вот я как раз прям свеженькими высушила сегодня ночью. Это и гречка, и пшеница. То есть в принципе внешне не видно. Абсолютно незаметно, да. Хочу сказать, что повидела, они ничем не отличаются. Так усохли, но все ценно осталось. То есть витаминов там будет намного больше, чем если мы пойдем в магазин и купим уже готовые. Да. Сереж, хочу еще упомянуть еще одну модель. Более серьезный вариант из ручных мельниц. Она чугунно-стальная. Отличается большей производительностью. И подшипники сделаны. То есть она может молоть хорошее такое количество зерна. Там стальные жернова. То есть подходит, значит, и для мысленичных тоже культур. То есть она абсолютно такая универсальная. Такая производительная машина, скажем так. Да. Ну, как правило, такие модели берут монастыри, когда они там делают все свои заготовки. Более-менее там братья большая. Ну и вообще, в принципе, плюс ручных мельниц в том, что они не привязаны к электричеству. То есть также можно куда-то там на даче взять с собой. Экономично и мобильно. Да. Оля, расскажи, пожалуйста, о том, что сейчас у нас представлено на столе. Мы поставили несколько моделей электрических мельниц. Конечно, все их выставить невозможно, да и нет необходимости, потому что, по большому счету, принцип один и тот же. Технически они устроены. Немного отличаются механизмами. И величиной, мощностью, соответственно. То есть когда вы выбираете, какую мельницу вам купить в семью, надо понимать, сколько человек. То есть численность вашей семьи. Либо на один-два человека, либо на трех-пять человек. И, соответственно, мельница будет чуть помощнее, больше производительности. Я так понимаю, все это зависит от объема чаши, того количества, сколько она может перемолоть за определенный период времени. Да, в минуту считается, сколько выдаёт грамм в минуту. То есть, например, за минуту она сделает 100 грамм вам тонкого помола и 250 грамм, если вы сделаете крупы. Крупу мы можем сделать из любого зерна. Рожь, пшеница, ячмень, горох сделать колотым. То есть из чего мы потом будем варить кашу. Потому что домашняя каша, это очень вкусно, из свежесмолотого зерна. Поверьте, я пробовала и была так удивлена именно разницей вкуса. Но это и полезно. Конечно, безусловно. Всё полезное остаётся. А тонкий помол, особо тонкий помол делайте для выпечки. Чем выпечка должна быть изысканнее, тем тоньше помол. Хорошо. Тогда давай расскажем ещё немного о технических характеристиках этих мельниц. Если вы хотите большую производительность, соответственно, это тянет за собой большую мощность мотора, большую загрузочную камеру. То есть, например, там не полкило, какие-то уже модели идут на килограмм, чуть больше. И, соответственно, поверхность жорного. Диаметр самого протирочного, да, вот этой площади. Так, понимаете, там также камушки, да, стоят? Да, да. Здесь у нас коронто-керамический сплав, самый современный, считается, самый особо прочный. Чем-то похож на наждачку. Это камень. Самый натуральный камень. Системы немного разнятся у разных производителей. Вот, в частности, у мельниц кома здесь стоит такой пружинный механизм. Это их запатентованная система. Вот они немножечко так тут играет, эта пружинка. Для чего она сделана? То есть, когда у вас заканчивается помол, жернова не перетирают, то есть не появляется неприятный звук, то есть она сама регулирует. Прессует немного, да? Да, да. Зерно, когда перетирает его. Регулировка помола идет просто движением загрузочной чаши. То есть мы ее просто поворачиваем по часовой стрелке, а на линейке, на специальной у нас есть разметки, да? Да, да, все верно. Ну, в других моделях это вынесено просто... Регулировка вынесена с торца. С торца, я так понимаю, вот этой ручкой, рычагом нужно просто поворачивать в горизонтальном положении. От самого крупного до самого мелкого. Вот, ну, все просто. Конечно, вот они, опять же, отличаются качеством, верхним качеством изготовления еще материала. То есть от пластика есть также до фанеры, либо, да, цельного, цельного дерева. Тоже скажу вот одну важную деталь. Для смазки механизмов используйте не машинное масло, а органическое. И это важно, как бы это входит в такой, ну, как бы, эко-эко вообще продукт. Да, я нигде о таком не слышал. Это действительно интересно, и это ноу-хау, хочу сказать. Оль, коль ты затронула тему ухода, расскажи немного поподробнее, как ухаживать, как промывать, собственно говоря, чтобы беречь как можно подольше, да, жизнь. Если вы правильно с ней обращаетесь и мелите только сухое зерно, как положено, то, как правило, оно не требует какой-то очистки. То есть все, что вот, это все легко разбирается, можно почистить просто щеткой. Только щеткой? Или, возможно, губкой, тряпкой? Нет необходимости в этом. Если вы не засыпали ничего, так сказать, запрещенного, типа сахара, вот в эти мельницы. Сахар нельзя? Сахар просто, он расплавится у вас. Получается, у вас каменный жирноват. Он нагревается? Да, да, он поднагреется и забьет вам. Конечно, это не смертельно, это можно будет почистить тоже, но создаст вам некие трудности, так скажем. Оля, у меня созрел еще один вопрос. Здесь я вижу три представленные мельницы, и у крайних у нас по одной колбе, а у той, что стоит посередине, почему-то их две. Для чего нужна вторая, и тут также, как я вижу, есть крышечка, что туда можно насыпать? Это модель совмещенная, то есть есть и мельница, и зернодавилка для изготовления хлопьев. Ну, получается, два припора в одном. Совмещены в целях экономии места, и они дешевле, как правильно, ну, чуть дороже, но это дешевле, чем покупать два прибора отдельно. Причем в данной модели зернодавилка, ее можно вынуть. То есть... То есть их можно отсоединить, я так понимаю, да, друг от друга? И вот она так выглядит вот внутри, вот так вот выглядит. Вы ее можете вынуть в любой момент и просто использовать как отдельную опцию. Потом она вставляется. Хорошо, Вольф, в чем еще плюсы и особенности данных мельниц? Плюс в том, что вы можете молоть достаточно широкий спектр зерна. То есть... Ну, вот сейчас мы будем тестировать на одной из мельниц и посмотрим, как у нас получится, например, нутовая мука. Нутовая мука, безусловно, очень богата белком. Это один из таких ценных продуктов в качестве таких чемпионов по содержанию растительного белка. Ставлю помол на средний. Можно понюхать. Такой тонкий, приятный. Да, очень приятный. Да, можно попробовать помол. Так, Анна. Обычно так и его трогают, простирают и вычувствуются. Текстуру, да, проверяют? Попробуем сделать крупу из ржи. И сделаем крупный помол теперь. Так же мы вращаем, регулируем помол. Это у нас крупный помол. Мы будем делать с этого потом кашу. Попробуем рисовую муку следующую. Сделаем тонкий помол. Так, рисовая мука, это что-то интересное. Где ее можно использовать? Рисовая мука, ее очень широко используют, конечно, больше в Азии, в каких-то южных регионах, где растет рис. Лучше делать все-таки из необработанного, также риса. Темного риса. Не шлифованного, так скажем. Тогда также остается все самое ценное. Грубая оболочка, она очень полезна. Мы можем делать также с нее пироги, пирожные, какие-то десерты. Можно использовать в косметологии, как маски из рисовой муки. То есть рисовая пудра, это в старых вообще времен в Японии, в Китае была частью. То есть также широкий спектр действия. Применение. И применение. Да. Получился у нас такой тонкий помо. Оля, что мы будем делать дальше? Предлагаю сделать гречку и пшеницу. Такие классические варианты, которые мы кушаем каждый день. Что тебе подать? Гречку или пшеницу? Гречку. Хорошо. Пожалуйста. Это гречка, уже оживленная, пророщенная. И сутки она у меня прорастала. И потом высушила в дегидраторе. То есть она такая уже совсем правильная. И совсем правильная. Совсем здоровая. По-моему, мы поставим. Хотя тоже пусть будет мелкий. Очень быстро получилось. Гречка всегда очень ароматная. Да, соглашусь. И у нас остается пшеница. Да, пшеница подашь? Да, с удовольствием. Пожалуйста. Пшеницы, кстати, хорошо завершать всегда. Давай я поставлю на место. Помол. Она даже имеет такой свойство немножко очищать жернова пшеницы. Я сделаю вариант крупы. Покрупнее. И центр у нас как раз остался, да? На нашей тарелочке для пшеницы. Хлеб всему голова. Да, мы сделаем вот крупного помола. А теперь сделаем мелкого ежа. То есть мы ежа второй раз промолим, верно? На самом деле, да. Если вы хотите получить особо тонкий помол, можно молоть два раза. Вначале покрупнее, а потом ставите на самый мелкий. Так, мы меняем сейчас на более мелкое еще или на более крупное? Нет, на мелкое. На более мелкое. Вначале крупный помол мы делаем для того, чтобы оно легче под своей тяжестью проваливалось в воронку. Чтобы быстрее проходил процесс. Да. Иначе, если вы сразу сделаете мелкий, а потом сделаете опять мелкий, то есть оно будет у вас тяжелее. То есть именно в отверстие заходить в помольную камеру. Вот. У нас получилась мука. Можно ее потрогать. Это действительно очень тонкий помол. Напоминает сахарную пудру. По тактильным ощущениям. Вот такая цельнозерновая мука. Свежайшего помола. У нее цвет чуть кремовый. Не такая белая, как продается. Где полностью отсинена внешняя оболочка и все удлиной зерна. То есть, по сути, к сожалению, то, что продается в магазинах, когда продают отбеленную вот эту муку, то есть из нее удалили все самое полезное. Это оставив только вот эти свойства воздушно-пышные, то есть на что внешне обращают внимание, как правило, все. Да, но ничего ценного там не остается. Оля, под финал нашего с тобой рассказа о мельницах хочу у тебя спросить самый, наверное, главный и больше всего интересующий большое количество людей вопрос. Ценовая политика какова у ручной мельницы и у электрической? Ручная мельница идет где-то примерно от 8 тысяч. Когда совсем маленькие, есть еще ручные такие варианты, они типа таких салонок для перемолки. А электрические идут от 20 тысяч. Цена начинается за самый какой-то простой вариант, немощный. Хочу еще раз подчеркнуть, что это не для промышленного, не для коммерческих использований. Это чисто семейные, домашние мельницы, которые очень-очень долго прослужат. Все более промышленные варианты, то есть на них должно быть написано, что они коммерческие, и, как правило, цена начинается от 100, от 100 и выше. В чем основная разница ручной и электрической мельницы? Помимо цены. Ручная мельница используется, то есть на мускульной силе, на вашей, и она не привязана к электричеству. Это тоже бывает плюс. И это то, что могут дети сами рядом с вами. То есть безопасно достаточно смолоть и увидеть, как получается мука, как получаются пироги домашние. И это, поверьте, оставит в их памяти, мне кажется, навсегда. Массу впечатлений, добрые воспоминания. Да. А электрические, естественно, все это сделают за вас максимально все. Упрощено тоже достаточно безопасно. Мотор, срок службы. Хорошие производители, это от 5 лет, как правило, 10-12. Немцы, австрийцы дают. То есть это такие хорошие, качественные приборы, которые точно служат вам долгие-долгие, года и даже десятилетия. Оля, спасибо тебе большое за сегодняшний рассказ. Я действительно узнал очень много интересного и полезного о ручных и о электрических мельницах. Это было очень интересно и познавательно для меня. И мы будем прощаться. Да, друзья, я очень рада, что немножко ввела вас в мир мельниц. Конечно, если вы решите купить, можно получить более глубокие консультации. Но первые какие-то азы уже примерно понятно, что для чего. Что ж, друзья, с вами мы будем прощаться. С вами были мы, Ольга Лебедь. И Сергей Рябов. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Всем здоровья. Субтитры подогнал «Симон»!